Вторая жизнь электронных табло на остановках общественного транспорта. В городе начали появляться обновленные системы. Пока работают в тестовом режиме, но уже в ближайшие дни челнинцы смогут вспомнить хорошо забытое старое. Подробности в нашем следующем сюжете. Обновленные и, главное, работающие электронные табло уже можно встретить на двух трамвайных остановках в сторону ГЭС – детский медицинский центр и Нариманово. Сейчас система находится в тестовом режиме. На экране высвечиваются лишь дата и время. Но и для того, чтобы эта информация была доступна пассажирам, пришлось потрудиться. «Сама герметизация оставляла желать лучшего. Всё лежало на таких элементах. Некоторые детали уже вышли из строя. Мы заменили блокопитание, заменяли рутеры, модемы. То есть, изменили конструкцию подачи электричества». Тендер на проведение работ выиграла компания «Центр аутсорсинга». Её сотрудники выявляли проблемы в каждом из восьми блоков. После их устранения элементы надёжно закрепляли и проверяли систему. Затем давали разрешение на установку. В течение недели все 22 табло вернутся на свои места. А это 11 остановок по новой трамвайной ветке. Затем им подключат питание и соединят с сервером, куда и будет стекаться информация о трамваях, оборудованных GPS-навигаторами. «Трамвай отправляют на сервер. Этот сервер транслирует к нам. Мы анализируем, на каком он маршруте, как он удален от остановки. Исходя из этого, выводим непосредственно на табло ту информацию, тот расчёт, который мы сделали». Погрешность данных обещают не более полутора минут. Да и само табло IT-специалисты постарались отремонтировать на совесть. Ведь электроника в течение всего года будет находиться на их гарантийном обслуживании.